Фашисты напали на нашу Родину Фотография сообщает о нападении фашистской Германии на Советский Союз Вот этот плакат «Родина мат живет» Это не, так сказать, уже после сделанный Он выпущен еще во время войны Это вот реликвия такая, что эти плакаты были везде расклеены И вот у нас тоже сохранился такой Ну тут фотографии, как немцы бомбят нас, напали Многие портовики ушли добровольцами на фронт сразу Вот мы, начальник портов в то время был ЧХ Тоже добровольцем ушел Получил ранение Вернулся в 43-м году Опять возглавил порт Ну здесь вот мы Доску, так сказать, памяти Участникам боевых действий портовиков Вот тут Несколько человек всего живых осталось Куракин Николай Парамонович Мейсером на Статонном кране работал Это ему в этом году, где-то 93 года, по-моему Живой еще Говорен Василий Михайлович Живой еще Ну и пожалуй, пожалуй, наверное, все Все уже ушли в иной мир Ну эти вот за 100 лет Татенко прожил Вот последний умер Остапенко тоже 103 года работал в портовых мастерских технологах Шевченко Николай Григорович Куракиновщиком работал Это вот танкисты все Третьей гвардейской танковой армии Вот они как-то собрались Сфотографировались И вот Николай Григорович Тоже фотографию Вот внуки пронесли Это картина нашего художника Это картина из поселка Песчаной Это, так сказать, из бытности Непридуманная Немцы, когда был Мариуполь оккупирован С 41 по 45 год Это вот у Казашна Там есть такое место Стояла вот эта вот пушка ихняя Обстрел Море Азовское, так сказать Держали они Ну когда война началась Был начальником порта Иван Павлович Чеха Ушел добровольцами Многие добровольцы ушли Но Татенко вернулся Вот он прожил более 100 лет Кашубин вернулся Работал инженером механизации Соколан вернулся Работал водителем автохозяйства Ювченко тоже в отделе ГО работал Вот хочу обратить внимание На вот этот макет парусника Значит, в свое время Царское правительство Его закупило в Англии Назывался он Лаурестон Механической установки у него нет Он только ходил под парусами Ну когда свершилась революция Попал он в руки советской власти Его передали Морскому музею В Санкт-Петербурге Трема переоборудовали в каюты И он стал учебным судом Для будущих мореходов Ходил в кругосветное путешествие Потом его передали на Черное море Одесским мореходным училищем Он продолжал, так сказать, обучать курсантов Ну и так получилось во время войны В 41-м году По одной из версий На нем вывозили оборудование Из Николаевского судостроительного завода Тогда все шло на восток И он оказался в Мариуполе Немцы захватили Мариуполь Была безветренная погода Паруса обвисли И он из порта не смог уйти Немцы его захватили Захватили И до 43-го года использовали его Как общежитие для своих союзников Вот даже фотография есть Немец на палубе И когда в 43-м году Мариуполь освободили Немцы его решили затопить Перекрыть ворота входа в порт Мы называем старые ворота Чтоб не заходили в порт сюда Но когда он тонул Он так немножко развернулся Видно, течением Что все-таки торпедные катера Сумели проходить И так он до 59-60-го года Вот самые высокие мачты Так с воды были видны Он был затопленный Но в 59-м году было принято решение Надо было и ворота освобождать И все-таки поднимать Но когда его подняли Он все-таки металлический И возраст его И сколько в воде пролежал Он оказался уже, так сказать, непригодным Его порезали на металлолом Память о нем осталась единственная Вот тут у нас на площадке Огромный якорь Типа Адмиралтейский Весит он 3 тонны 200 Это с этого товарища Вот здесь фотографии у нас Добровольцев, которые Ушли на фронт И многие не вернулись Вот если взять Романенко Василий Максимович Два сына Его, он погиб Два сына, старший Василий Васильевич Работал механиком у Портофлоти Потом был председателем Профсоюзного комитета Порта Пять лет Потом был лет 12 Начальником Портофлота Меньший брат Тоже работал в Портофлоте Капитаном на Буране Лет 20 Вообще в Порту лет 40 Отработал Григорий Филиппович Ушел, так сказать, добровольцем Старший сын работал механиком у нас В Порту на Первом районе Здесь вот Яхнул Геннадий Михайлович Герой Советского Союза Летчик Он после войны Работал у нас в Порту Зам. начальника района Похозчасти Бублик Федор Павлович Во время войны Он командовал торпедным катером Значит Награжден медалью Ушакова Которая вручалась Высшему командному составу Он получил ее В звании лейтенанта На его торпедном катере Испытывали Катюшу После войны Он, значит Командовал Самое крупное рыбное хозяйство На Песчаной было Он был там директором Потом он перешел работать К нам в Портофлот Луценко тоже Савелий Награжден двумя орденами Славы Работал у нас в Порту Зисман Редактор нашей газеты Здесь фотографии Вот Освобождали Которые Сам Мариуполь Десантники С капитан-лейтенантом Немченко С Азовской военной Хлотили Они десантом высаживали В районе Самариной Там сейчас памятные Знаки Гранитные камни Такие Памятники еще не поставили Гранитные камни Стоят там Где Высаживался Десант Гранитные камни Гранитные камни